Госдеп продакшн Добрый вечер, дорогие друзья! С вами вновь Роман Романович. Как видите, я в костюме презерватива. Это значит, что никакие сперматозоиды желтой журналистики не приберутся в мой репортаж. И прямо сейчас я соберу исчерпывающее досье на очередного гостя Ксении Собчак. Не смущайтесь, я выгляжу гораздо лучше, чем вы, но это бывает. Ничего в этом такого нет. Мы сегодня разговариваем с москвичами о Чулпанхамаде. Что вы знаете про Чулпанхаматову? Я бы хотела с вами говорить, простите, но мне нужно торопиться. Чулпанхаматова, а это понятно за ее фамилией, дочь Анны Ахматовой. Знали ли про это наверняка? Нет, не знаю. Я где-то читал, слышал, но особо этим не интересовался. Главное, что читали это и знали. Ну да. Мне было просто интересно. Как-то раз наткнулся на это. Скажите, пожалуйста, кем вы работаете? Биодотекарем. Биодотекарем. Вы знаете, я бы пользуюсь возможностью, хотел бы задать вам вопрос, потому что я понимаю, что у меня не будет другой такой возможности. Я преклоняюсь перед вашим трудом. Скажите, если бы вы не работали библиотекарем, голосовали бы ли вы за Владимира Путина? Ой, я в политике, поэтому это... Я готов встать перед вами на колени и преклоняюсь перед вашим... Если представить, что вы на кухне накатили немного шампанского, и у вас был выбор поприставать к Чулпану или поприставать к Собчаку, вы к кому бы подкатили? Я абсолютно гетеросексуальна. Я не знаю. Ну, зато у нас новые лидер-гонки. Девчонки, пока. Смотрели фильм «72 метра», где Чулпан прекрасно сыграл подводную лодку? Конечно. Конечно, видели, да, прекрасно. Наверняка вы смотрели фильм «Бумажный солдат», где она великолепно сыграла Рогозина. Я почти все фильмы видел, все участие. Ну, вот «Бумажный солдат» смотрели, где она Рогозина играет? Да. Гудбай Ленин. Смотрел, впечатлил. Ну, блистательно сыграла Ленина. Нет, она не Ленина играла. Медсестру. Мне кажется, вы не смотрели ее фильмы. Мне кажется, вы не смотрели ее фильмы. Может быть и так. Ну что же, как видим, москвичи продолжают фотографироваться на моем фоне, а я продолжаю разговаривать с москвичами. Смотрел интервью в новостях. Вот собирается участвовать в проекте. С каком? Ну, что-то связано с российским писателем, точно не скажу. Вероятно, вы имеете в виду фильм про Маяковского. Да, да, Маяковский, да. Да, как вы считаете, справится ли она с ролью все-таки тяжело женщине сыграть Маяковского? Ну, я, конечно, давно не видел ее, чтобы выходили с ней новые фильмы, но тем не менее, да талантливая женщина. Талантливая женщина. Женщина не была довольно тяжело сыграть Маяковского, согласитесь? Да, но как она заявила, ей это интересно, ей проект интересен, для нее это все новое. Фильм «Гудбай Ленин», где она великолепно сыграла Ленина. Понравилось? Конечно. Конечно, когда женщина играет Ленина, это всегда хорошо. Тем более в Берлине. Нет вопросов. Смотрели ли вы киноленту «72 метра», где она великолепно сыграла подводную лодку? Да, смотрел, 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 да. Просто какие-то технические моменты. Рост. Маяковский здесь был довольно высокий мужчина, а Хаматова низкая. Как вы думаете, будет решаться эта проблема? Ну, я думаю, продюсер-сценарист как-то решил этот вопрос. Ну что же, это было мнение москвичей Чулпан Хаматовой. Ксюша, тебе слово.